Мы с вами находимся в Ульяновском областном художественном музее. В прекрасном здании расположен наш музей, здание-памятник, посвященное нашему земляку, писателю Ивану Александровичу Гончарову. Построено это здание в 1914 году по проекту местного архитектора Шаде. Здесь мы видим прекрасные интерьеры в стиле нео-ренессанс, в котором этот архитектор был большим и прекрасным мастером. Здесь мы видим с вами герб города Симбирска, который вы видите в центральной нише. Это белая античная колонна с царской короной наверху. Вероятно, вот в этих круглых медальюнах предполагалось расположить портреты уроженцев Симбирска, выдающихся людей. Но, к сожалению, мы не видим с вами этих портретов сейчас, потому что здание было недостроено. В 1914 году началась война с Германией, и декоративное убранство здания не было выполнено в окончательном варианте. Вот в этих прекрасных интерьерах располагается наша коллекция. Вообще сам музей, его дата рождения относится к 1918 году. В Симбирске в это время был открыт Симбирский пролетарский художественный музей. Его рождение было связано с процессом национализации, который происходил по всей стране. Были национализированы частные собрания дворянские, буржуазии. В нашем городе были те же самые процессы. В 1918 году в коллекцию музея попадают произведения из собрания Екатерины Берси Френч и из собрания Поливановых из села Акшуат. Вот это была та основа, к которой крепилась будущая коллекция музея. Тут надо еще сказать, конечно, и собрания Мещериновых, Родионовых, Шатрова. В результате вот этих обильных поступлений в музее уже тогда сложилась довольно интересная разнообразная коллекция, которая включает в себя не только памятники живописи, но и скульптуру, декоративно-прикладное искусство, которое в нашей экспозиции представлено в огромном разнообразии и очень высокохудожественными образцами представлено. Здесь уже на галерее мы с вами видим замечательные вазы, которые в основном принадлежат русскому императорскому фарфорному заводу. Здесь вот две парные пурпурные вазы. Это первое, третье, девятнадцатого столетия. Дальше мы видим с вами китайские вазы, шведская ваза в стиле модерн. Это начало XX века. Вот эти изумительные украшения на галерее уже радуют посетителя своими выдающимися художественными особенностями. Но, конечно, прежде всего, внимание посетителей обращается на произведения жилописи, которые в коллекции нашей множились в 1920-е годы. В коллекцию музея поступили произведения из коллекции об Амелии Клазаревой из Москвы, из Государственного музейного фонда поступали великолепные памятники. И мы гордимся, конечно, и испанской, итальянской, немецкой жилописью, французской жилописью. Обращаю ваше внимание на две великолепных картины, написанных итальянскими художниками XVI века. Одна из них, вероятно, происходит из собрания помещика Поливанова, известного предводителя симбирского дворянства, с богатой родословной, у которого был музей в селе Акшуат. И из этого музея огромное количество вещей попадает не только в наш художественный музей, но и в музей крыльеведческий. Это замечательная картина, которая нам показывает великолепный памятник эпохи Высокого Возрождения. Далее мы видим еще одну картину итальянскую, принадлежащую кисти Симоне Пиньони, юдив с головой Алаферна. Это известный библейский сюжет, в котором ясно читаются стилистические принципы барокко, которые в Италии этого времени фигурируют как основополагающее стилевое направление. Здесь же мы с вами видим замечательные памятники испанской живописи, которыми гордится наш музей. В том числе и картины выдающегося испанского художника Вальдеса Лиале, художника 17-го столетия, с его таким интересным мистическим и символическим смыслом, затаенной библейской символикой, которая, конечно, потрясает своим высоким художественным качеством. К испанской живописи относится и полотно Луис Тристана. Это ученик знаменитого испанского художника Эль Грека, который воспринял от своего учителя вот эту нервную контрастную манеру живописи, в которой замечательно передается чувство Богородицы. Этот образ понят реалистически, очень эмоционально, что свойственно для культуры нового времени, хотя Испания, в общем-то, была далека от реалистических тенденций в живописи. Продолжая наш рассказ о декоративно-прикладном искусстве, мы с вами обращаемся к витрине с немецким фарфором, так называемый мейсонский фарфор, представлен здесь у нас. Это фарфор 18-го, начала 19-го столетия, в которых мы видим с вами великолепные блюда, сделанные из фарфора с украшением цветочных букетов, характерных именно для мейсонской мануфактуры. Замечательные кринолиновые группы, появившиеся в 30-е годы, с изумичным качеством пластической выделки почти ювелирных деталей в этом фарфоровом произведении. Здесь же мы видим с вами на галерее очень много фарфора, в том числе и французского. Вот в этой витрине представлен французский фарфор, севрский так называемый, в котором обилие пластики, декора, цвета поражает взгляд посетителей. Мы видим и вещи, сделанные в стиле рукуко, например, вот эта супница для овощного супа, курильница или ароматница. Здесь же и выполнены из бисквита портреты выдающихся людей. Здесь мы видим и портрет Павла I, и портрет императора Наполеона Бонапарта. Великолепные портреты, миниатюры, выполненные на фарфоре, очень популярны в XVIII веке. Их писали на пластинах, обрамляли в бронзовую рамочку и передавали друг другу в знак дружбы, любви, помещали на столах и любовались этим изображенным персонажем. Кроме этого, мы видим с вами здесь целую галерею мебели. Это, кстати, гарнитур, происходящий из дома Шатрова. Венецианский стиль здесь воспринят. В XIX веке обращались к разным стилевым направлениям. И здесь вот у нас часть гостиного гарнитура из известного всем симбирским жителям дома Шатрова. В этой части экспозиции находится и немецкая, и французская живопись. Вот перед нами замечательная картина немецкого художника Русса, мастера салонного искусства, очень популярного в XIX веке. Искусство, рассчитанного на показ роскошной жизни, каких-то очень красивых вещей, наполняющих эту жизнь. Искусство радующего глаз. Эта картина происходит из собрания Перси Фридж, которая была поклонницей салонной живописи. И у нас в собрании есть еще одна картина этого замечательного салонного немецкого художника. Рядом с ней очень интересно в противопоставлении звучит картина немецкого художника первой половины XIX века «Портрет молодого человека с фософом». Картина выполнена и совсем в другом ключе, в стиле романтизм, свойственного для западноевропейского искусства этой эпохи. Здесь мы с вами переходим к произведениям французской живописи. И можем здесь сказать о замечательном памятнике, который относится к шедеврам нашей коллекции. Это картина Николая Ларжельера, французского художника конца XVII-начала XVIII века. Это придворный художник короля Людовика XIV, блистательный мастер. Имя изображенного стало известно благодаря реставрации, когда под темным фоном, под темным лаком была обнаружена надпись «Пьер Легран». Оказалось, что это действительно историческое лицо, блистательные верможи, кавалер. И здесь мы с вами видим типичный портрет эпохи, который прославляет роскошь, богатство, какие-то героические подвиги. И в этом есть, конечно, образец высокого искусства. Сейчас мы с вами перейдем в зал, где у нас экспонируется западноевропейское искусство, школ голландской и нидерландской. Сейчас мы с вами познакомимся с французской скульптурой, которая когда-то находилась в собрании Екатерины Максимилиановны Перси Френч. Она была знатоком скульптуры, в ее коллекции было очень много памятников. И здесь мы с вами видим блистательную скульптуру, французскую, XVIII века. Эта скульптура является моделями Версальской скульптуры, памятники, сделанные мастерами Жюрардоном и Марсье. Это стиль барокко, который очень динамичный, очень красив по своей пластике. Скульптура выполнена из бронзы, но в то же время не кажется мертвенной, как иногда смотрится бронзовая скульптура. Она патинирована, обработана кислотами, поэтому получается очень красивая, вибрирующая, живописная почти поверхность. Этими скульптурами можно любоваться особенно в круговом осмотре, поэтому в экспозиции нашего зала они смотрятся особенно органично. Здесь мы с вами видим и произведения Нидерландской и Голландской школы живописи. Одна из выдающихся картин принадлежит кисти Яна Скороли. Это художник Нидерландов, который жил в XVI веке, был так называемым романистом, потому что учился искусству. Он в Италии был поклонником искусства Леонардо, Рафаэля. И ощущение вот этих великих имен живет в этой картине. Эта картина одна из старейших в нашем собрании. Она датируется XVI веком и относится к разряду шедевров. Еще две великолепных картины, портрета, принадлежащих кисти Корнелиаса Ван дер Ворта. Это замечательные портреты, сделанные в XVII веке в Голландии, художником мастеровитым, если не сказать очень великолепным мастером. Два брата, Даниэль и Иуган, перед нами. Один более внушительный, серьезный, трезвомыслящий. Другой по-молодецки легкомысленный, бравирующий своей в позе, в костюме, чувствуется его высокомерие, свойственное для буржуазного сословия. В этом всем характер, в этом всем знание жизни и глубина самого жанра, который в Голландии так развился, окреп и, в общем-то, стал эталонным для мирового искусства в целом. Здесь же мы с вами видим и картины так называемых «малых голландцев», которые происходят в основном из собраний помещика Мещеринова, которое находилось в Симбирской губернии, в селе Спешневка. Мы гордимся особенно вот этим замечательным памятником Питера Малейна «Морской вид». Здесь мы видим ту Голландию, первозданную Голландию, о которой когда-то путешественники говорили, страна, плавающая в воде. Вот это изумительное образное изречение очень соответствует нашему памятнику. Вы знаете, что в Голландии писались картины во множестве, они были небольшого формата, но ювелирно изумительно сделаны в техническом плане, в ремесленном плане. Очень модно было делать парные картины. К ним относится Малинар. Одна картина парная называется «Расплата за проигрыш», вторая «Кто ударил». Здесь представлена сцена развлечений крестьян в кабаке, где девушка, не отгадавшая человека, ударившего ее по руке, расплачивается за проигрыш. По пятке она получает удар деревянной колотушкой. В этом непосредственно наивном, простонародном развлечении есть столько правды жизни, столько непосредственности, которые подкупает сама по себе. В этом же зале у нас представлена и фламандская школа живописи, которая отличается особенными чертами, не только стилистическими, но прежде всего смысловыми, сюжетными. Если голландские художники любили простоту, естественность жизненных явлений в картине, то фламандцы все-таки старались к более привлекательному зрелищу, к более эффектным живописным пластическим ходам, в том числе картина Симона де Фоссе, гадалка, предсказывающая судьбу. Если мы сравним с вами с картиной голландца Теннерса, то увидим вот эту замечательную разницу и диаметральный, почти противоположный взгляд на мир, изящный и простой. Теперь мы с вами перейдем в зал, который уже погружает нас в совершенно другую эпоху и совершенно в другую культуру, потому что вот в этой половине зала у нас выставляется уже русское искусство, начиная с древнерусских памятников, с замечательных икон, храмовых, больших, древних. Вот эти иконы попали в нашу коллекцию в 50-е годы. Тогда было такое движение передавать из музеев памятники в другие музеи, для того, чтобы пополнять их фонды. И вот из Пскова и из Ярославля к нам в музей поступили вот эти замечательные памятники, в том числе и распятие Псковской школы, Рождество Христово, Вознесение Иисуса Христа или Преображение, Успение Богородицы. Вы видите, что это подлинные шедевры древнерусского искусства, которые, конечно, радуют любого посетителя, потому что встретить памятник такого уровня в провинциальном музее можно нечасто. Вот здесь, в этом зале, в соседстве с древнерусским искусством, у нас располагается искусство совсем другой эпохи. Восемнадцатый век, светское искусство, обращённое к жизни, к человеку, к деятельному человеку. К началу восемнадцатого века относятся великолепные памятники портретного жанра. К ним прежде всего мы относим форсуму. Это специальный тип портрета, который принят был ещё в семнадцатом веке в России. Происходит это слово от названия персона, то есть человек. Это портрет реальной исторической личности, но, тем не менее, воспринят в некоем типовом ключе. Здесь мы с вами видим портрет Марфы Васильевны Собакиной, жены Ивана Грозного, очень известной в истории своей трагической судьбой, описанной в опере Римского-Корского «Царская невеста». Здесь же мы видим с вами замечательные парадные портреты, которые являются копиями с картин французского художника Луи Каравака, приехавшего в Россию ещё при Петре I, и оставивших большое количество портретов, которые впоследствии русские художники копировали во множестве. И вот у нас такие блистательные копии с таким ощущением порсунной уже именно русской живописи находятся в экспозиции. И рядом с ними соседствует замечательный памятник, принадлежащий Фёдору Степановичу Рокотову. Этот портрет княгини Голицыной. Рокотов относится к выдающимся портретистам 18-го столетия, которые прославляет именно наше Отечество, патриотическое наше русское искусство. Он относится к трём великим мастерам портретной живописи, которые подарили миру великолепные памятники. Прежде всего, мы в экспозиции показываем этот огромный портрет, написанный Дмитрием Григорьевичем Левицким с изображением Екатерины II. Этот портрет поступил к нам в 1924 году из имени князей Борятинских в Курской губернии. Тоже один из национализированных портретов. И вот таким чудесным образом мы стали обладателем этого великолепного памятника. Екатерина представлена здесь в роли победительницы. Она показывает на завоёванную тавриду. Её меч увидит лавровым венком, на голове венок. И через плечо оранжево-чёрная лента Георгиевского ордена. Конечно, этот парадный портрет, написанный в стиле классицизма, является выдающимся памятником русского искусства. Левицкий сам писал Екатерину II с натуры. Но, к сожалению, из большинства портретов осталось всего три портрета его кисти. Рядом находятся так называемые усадебные портреты, которые до определённого времени относились к разряду несовершенных в художественном плане. Но, тем не менее, проходит время, и исследователи и зрители по-другому смотрят на такие памятники. Они не ищут от них каких-то высокохудожественных достоинств, обглядываются в эти лица, пытаются понять людей минувшей эпохи, изучить их мировоззрение, разглядеть в них что-то особенное, что характерно именно для русской провинциальной школы. Вот эти портреты происходят из дворянских усадеб Симбирской губернии, что особенно для нас ценно и дорого. Здесь же мы с вами видим и блистательные портреты, написанные художниками-иностранцами, которых в России было много. Они приезжали в Россию не только зарабатывать, но и невольно они двигали русскую культуру в сторону большего профессионализма, большей изысканности ремесла живописца. К ним относится вот такой замечательный мастер, как Лампе, который жил в Петербурге, имел свою художественную мастерскую, писал портреты на заказ. Портрет канцлера Попова, вельможи Екатерининского времени, относится к совершенно блистательным салонным портретам, где чувствуется дух и высокое ремесло европейской живописной школы. Здесь мы с вами посмотрим еще и произведения русских живописцев XIX века. Если продолжать рассказ о портрете, который находится в экспозиции нашего музея, мы, конечно, должны показать прежде всего портрет еще одного художника-иностранца Аткинсона, Джона Аггуста. Это портрет Александра I в молодости, еще до вошедствия его на престол, в романтическом ключе исполненный. Вот такой человек мечтательный, устремленный к жизни, к каким-то будущему. В этом портрете есть особое дыхание молодости, и нет еще такого холеного аристократизма, который появится впоследствии в портретах Александра I. В этом особая его привлекательность. Здесь мы видим с вами и портреты военных, что очень характерно для начала XIX века, потому что победа России над Наполеоном, она призвала художников обратиться к этой теме. Здесь мы видим портреты генерала Кольнева, героя войны, участника войны XII года, и просто портрет неизвестного молодого офицера, который тоже привлекает нас своим особым очарованием и погружает нас в атмосферу послевоенную, когда действительно в России было очень много оптимизма, романтики. Но, к сожалению, она была впоследствии отодвинута на второй план, потому что консервативные тенденции в обществе преобладали, и их мы с вами находим в портретах уже других художников. К ним относятся работы Василия Андреевича Тропинина, человека, который до 46 лет пробовал в крепостной неволе и написал огромное количество портретов с изображением русского крепостного человека. Здесь очень много сочувствия к нему, и эти портреты относятся к портретам сентиментального ряда, но в то же время очень содержательный взгляд на русского крепостного мы здесь видим. Среди крепостных очень мало было счастливых людей. Даже при присутствии большого дарования редко кто из них пробивался в большую жизнь, большое творчество. И вот одному из таких людей даровитых повезло. Здесь мы видим с вами работы Василия Григорьевича Худякова, который был крепостным помещиком Поливанова. И вот эти две картины он написал, будучи учеником Московского училища жилописи, куда помещик Поливанов направляет его на учебу. Он заканчивает не только это училище, но и Академию художеств, становится профессором-академиком. И здесь мы видим еще одну его работу, странствующую музыканты, которую он написал уже будучи пенсионером Академии. И что говорит о том, что все-таки среди дворян были просвещенные люди действительно гуманистической направленности, которые не только помогали крепостным посильным образом, но еще и возвышали их в их социальном статусе. К наиболее значительным в этом зале относятся произведения Карла Павловича Брюллова, выдающегося художника первой половины XIX века. Мы здесь показываем посетителям портрет кукольника, профессора Вильнинского университета, которого Брюллов прекрасно знал. И портрет этот, несмотря на свою незаконченность, поражает нас великолепным артистизмом. Было принято в начале XIX века портрет писать нонфините, то есть не заканчивать его. И в этом была определенная прелесть, потому что лицо и часть фона написаны, а все остальное как будто в незавершенном стихийном пребывает в значении, и мы с вами и вольно становимся рядом с живописцем и начинаем дорисовывать этот портрет уже в своем воображении. Здесь мы видим с вами портрет Карла Павловича Брюлова. Это жена скульптора Клотта, портрет баронессы Клотт. Вот этот самый брюловский тип женщины, который впоследствии так будет привлекателен для многих живописцев. И даже многие русские портретисты будут уподоблять свои женские образы вот таким замечательным темноволосым и темноглазым красавицам. В пурпурных одеяниях, на синих фонах, вот в таком вот динамичном, каком-то очень пианистическом ключе эффектном. В зале второй половины XIX века у нас прежде всего выделяется академическая живопись, так как она является определенным каноническим стилевым потоком, в котором обязательно любой художник пытается адаптироваться. Многие мастера заканчивают Академию художества, воспринимают ту систему академического образования, которая впоследствии становится руководящей в их художественном восприятии. Вот в этом зале находится произведение художника Мартынова, закончившего курс Академии и написавшего дипломную картину на библейский сюжет, как было тогда принято. Здесь он изобразил библейского царя Саула, который пришел в пещеру Каиндорской волшебницы, дабы узнать свою судьбу. И ему предрекаются страшные вещи, потерю царства, гибель, смерть. И вот это романтическое состояние, трагическое, рисуется в картине замечательным образом художником, который за эту картину получает большую золотую медаль от Академии. К академическим мастерам относится и Айвазовский, известный всем художник-маринист, который жил в Феодосии, писал огромное количество морских пейзажей, был большим знатоком моря, умел написать его по памяти в любых состояниях. Эта картина происходит тоже из собрания Перси Френч. Большая картина, правда, она уже относит нас к позднему творчеству Айвазовского, в которых нет таких избыточных романтических элементов, больше повествовательности и лиризма. На него уже влияет творчество передвижников, художников, сформировавших свое течение во второй половине XIX века, вышедших из стен Академии художеств, как мы знаем, в 1971 году, основавшим Товарищество передвижных художественных выставок. Их работы у нас находятся в другой половине этого зала. К таким художникам относится Перов Виктор Григорьевич, работу которого «Мальчик мастеровой» мы с вами видим. Вот эта повествовательная бытовая картинка в то же время трактуется очень расширительно. Она разоблачает существующий строй, говорит о каких-то язвах обществах, которые тогда художники пытались описать, показать людям на своих передвижных выставках, которые они в то время устраивали очень часто. То есть они знакомили широкую публику, не только аристократическую, которая приходила на академические выставки, а широкую разночинную интеллигенцию с современным искусством и современными проблемами общества. В них очень был большой заряд патриотизма, потому что они обратились не только к русскому человеку, но и к русской природе. Мы здесь с вами видим замечательные пейзажи, написанные Исааком Левитаном, Василием Дмитриевичем Поленовым, Саврасовым. Эти этюдные формы хранят для нас простоту русской природы, ее изумительную красоту при всей неброскости самого мотива. Позднее творчество передвижников здесь представлено работами Игнатьева, намерница и Степанова, дети на хворосте. В этих работах мы с вами видим интерес к жизни русской деревни, русского крестьянства. Эта проблематика очень долго будет волновать русских художников, вплоть до уже начала советского искусства. Она перейдет потом уже в советскую действительность, и в этой теме всегда будет корениться основа русской художественной ментальности, что мы наблюдаем уже, например, в картинах Пластова. В целом мы с вами закончили рассматривание экспозиции нашего музея, который, к сожалению, имеет огромное количество экспонатов, но мы с вами не рассмотрели мебель, которой в экспозиции у нас очень много. Это мебель русская и западноевропейская, изумительного качества. Все приезжающие специалисты все время восхищаются качеством нашей мебели. И это много фарфора и русского, в том числе и собраний частных заводов. Вы здесь видите в витрине этот фарфор. Ну и, конечно, прежде всего экспозиция нашего музея смотрится в целом благодаря интерьеру этого здания. Здесь мы видим с вами замечательный зал, в котором кессонированный потолок и огромное окно, известное всем симбирянам, выходящее на балкон, открывающий взгляд на Волгу, на изумительный волжский пейзаж. Конечно, это можно оценить только тогда, когда посетитель сам является в экспозицию музея и смотрит непосредственно на всю эту красоту, сделанную архитектором Шаде. Мы хотим пригласить всех людей, интересующихся творчеством, художествами, в наш музей. Познакомиться непосредственно с подлинниками, потому что ни один рассказ, ни один экскурсовод, ни одна передача никогда не восполнит того живого впечатления, которое вы получите, непосредственно находясь в залах, выбирая то произведение, которое вы хотите рассмотреть углублённо, подойти к нему поближе, пообщаться непосредственно с подлинником. В этом есть неоценимое значение музея в его приближении к зрителям. Здесь мы с вами обязательно встретимся. Здесь проводятся экскурсии, не только в целом обзорные, но и тематические. Очень много проводится выставок, которые показывают широко наши фонды, рассматривают различные разделы коллекции. Так что музей живёт и приглашает посетителей.